группового исследования. Да, доклад тоже по теме гемостаз при инфекции COVID-19 и контроль эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии. Все дело в том, что пандемия шагает достаточно широко и, к сожалению, до сих пор она продолжается. При начале данной пандемии наша группа инициативно включилась в работу по исследованию гемостаза при данном вирусном заболевании. И уже в начале пандемии стали появляться и потом были подтверждены данные о том, что в принципе частота тромбоэмболических или тромбогеморрагических осложнений при данной вирусной инфекции достаточно высоки у пациентов, более 37%. Все дело в том, что из этих 37% практически более 80% занимает, к сожалению, ТЭЛА. И то, что частота данных тромбогеморрагических осложнений подтверждается и подтверждается все новыми источниками. И поэтому всегда оставал вопрос о корреляции, так скажем, литературных данных и практических результатов. Была выпущена работа Заратьянца и здесь четко было показано по результатам вскрытия данных пациентов то, что действительно процент тромбоэмболических осложнений очень высок у данной когорты. И в основном, да, действительно, это крупные тромботические катастрофы, это ТЭЛА и тромбозы крупных сосудов. По, так скажем, по работе с оценкой состояния системы гемостаза именно в нашей инициативной работе, мы начали работать протокол мультицентровый наблюдательный. Участвовало 6 клиник. Целью исследований было определить наиболее информативные лабораторные тесты, которые могли бы помогать соотносить адекватную клиническую картинку и состояние системы гемостаза, и которые могли бы в дальнейшем эффективно использоваться для коррекции и контроля антикоагулянтной терапии, проводимой в данной когорте пациентов. Период работы – это апрель-июнь 2020 года. Количество пациентов, включенных в это исследование, более 1200. Количество клиник, как я уже говорила, это 6, это ГКБ-23, СОР-51-64, это также клиническая больница РАН-Троицка и научный центр Кулакова. Мы старались, чтобы исследования стандартной кауглограммы выполнялись в равном объеме, поэтому мы остановились на таких лабораторных тестах, как протромбиновое время, ну, соответственно, перерасчетное МНО, это АЧТВ, фибриноген, дедимер и два интегральных теста, это тромбодинамика и тромболастограмма. По дизайну исследования единственное, что могу сказать, то, что мы измеряли состояние системы гемостаза, исследовалось при входе пациента в протокол, то есть это при поступлении в клинику. Далее измерение состояния системы проводилось через каждые 2-3 дня, и исходом мы считали это либо полное выздоровление пациента выпуска из клиники, либо же это, к сожалению, летальный исход. Все измерения и оценка состояния системы гемостаза проводились на исходе действия препаратов класса НМГ, то есть низкомолекуляров. Что мы получили? В принципе, в литературных источниках уже встречается информация, что тесты стандартной кауглограммы мало чувствительны к проявлению вирусной нагрузки. Вирус COVID-19 у нас проявляется очень активно в нарастающей, так скажем, дыхательной недостаточности и вследствие чего или из-за чего происходит нагрузка на состояние системы гемостаза, что может приводить как раз к тромботическим катастрофам. Задачей стояло определить, насколько тесты лабораторные, которые использовались в данном протоколе, могут у нас разделять группу на входе с гипотезой о том, что все пациенты приходят в состояние гипероковуляционной активности и как эти тесты в дальнейшем реагируют на проведение терапии низкомолекулярного гепарина. К сожалению, АЧТВ и протромбиновое время, те графики, которые представлены у вас на экране, по оси Х у нас отложено время наблюдения пациента в протоколе, но, соответственно, по оси Y это АЧТВ и протромбиновое время. Достаточно активно видно то, что у нас нету различий между группами, между пациентами на входе в протокол, то есть не регистрируются гипероковуляционные явления, и, к сожалению, нету совершенно четкого различия по статистике во время течения терапии низкомолекулярного гепарина, то есть отклик на терапию низкомолекулярного здесь плохо заметен, прямо так скажем. По динамике изменения фибриногена в виде мера в процессе данного протокола, что мы можем сказать? Ну, во-первых, обратите внимание на то, что оба этих параметра находятся вне зоны, практически вне зоны нормальных значений, все они смещены в прокоагулянтную область достаточно активно, но, к сожалению, достоверных различий между входной группой, то есть до поступления протокола и на терапию низкомолекулярного гепарина практически отличий нет. Фибриноген демонстрирует некоторые снижения, но все равно нету погружения у пациента в нормкоагуляционную область. То же самое касается и додимера. Додимер активно растет, что называется, во время течения заболевания, нету достоверных отличий между началом протокола и значением параметра во время течения терапии, поэтому, к сожалению, да, додимер у нас является маркером, так скажем, неблагоприятного исхода в протоколе, но, к сожалению, он не может четко фиксировать адекватность проводимой терапии низкомолекулярного гепарина. Для чего были включены как раз в это исследование и интегральные тесты. Сначала вот посмотрим на тромбоэластограмму. По тромбоэластограмме по двум активно откликающимся параметрам это максимальная амплитудия и угол. Угол, кстати, отличает группу на входе, он регистрирует действительно гиперкоагуляционные явления и на третий день он фиксирует некоторую гипкоагуляцию, которая наступает во время терапии низкомолекулярного гепарина, но потом, к сожалению, все это выравнивается и этот эффект нивелируется. Если мы обратимся к второму тесту интегрального теста ромодинамики, здесь гораздо более четко видна разница между пациентами, которые только вступают в протокол, то есть видна сумасшедшая, так скажем, гиперкоагуляция на входе в протокол. И далее у нас есть совершенно четкое ощущение того, что есть погружение в норму коагуляционную область практически 75% пациентов, которые получают терапию низкомолекулярными гепаринами. Единственное, что хочу обратить ваше внимание и на АЧТВ, и на протробиновое время, и на ТЭК, и также на тромодинамику, это большой разлет кусов. Я чуть позже объясню, чем это могло бы быть вызвано. Если мы с вами обратимся именно к тесту тромодинамику, у нас здесь цветами показана гиперкоагуляционная область, в которую все равно попадают 25% пациентов, которые находятся на терапии низкомолекулярными гепаринами. Это единственное, о чем можно говорить, что они стоят в группе высокого риска по развитию тромодинамических катастроф. Нас, конечно, больше всего устраивает то, что более 70% пациентов находятся в области нормальной нормкоагуляции либо умеренной гипкоагуляции, то есть есть эффект, он адекватный. И также немножко напрягает около 7% пациентов, которые перемещаются во время терапии в ярко выраженную область гипкоагуляции, что может приводить к кровотечению. Кстати, вернемся к этим усам. Мы поняли одну такую вещь, что когда мы вступили в эту исследовательскую работу, не было еще совершенно четких рекомендаций по антикоагулянтной терапии, применимых в данной комборте пациентов. Поэтому в принципе различные клиники, это как это мультицентровое исследование, применяли различные дозировки низкомолекулярных препаратов для тромопрофилактики данных пациентов. На данном графике, в общем-то, показана хорошая дозозависимость теста тромодинамики, его параметра стационарная скорость как раз от дозировок, применяемых в клиниках. То есть это говорит о том, что в принципе те усы, которые мы получали, могут быть обусловлены разницей в дозировках, применяемых в различных клиниках. И если чуть-чуть обобщить первую фазу, так называемую первую фазу исследования, то можно сделать такие выводы. То, что стандартные коглограммы, то есть АЧТВ, ПВ, не чувствительны к главной идее всей, так скажем, тромопрофилактики, то есть они не чувствуют терапию низкомолекулярных гепаринами и мало чувствительны к исходной гиперкоагуляции пациентов при поступлении в клинику. Уровень дозимера у пациентов с COVID-19 сильно повышен до начала терапии, что, кстати, подтверждает гипотеза о том, что все пациенты приходят в клинике в гиперкоагуляционном состоянии. Однако дозимер, к сожалению, оказался нечувствителен к проводимой гепаринотерапии низкомолекулярной и не может быть использован для контроля данной терапии. Интегральный тест от ромодинамика и ТЭП достоверно фиксируют ожидания гиперкоагуляции на ходе пациента протокол, то есть при поступлении в клинику и демонстрируют лучшую чувствительность к мониторингу терапии низкомолекулярной гепаринами. Все дело в том, что тромбодинамика оказалась немножко более чувствительной, чем тромболстрограмма, и данный тест позволяет выявить группу неэффективности терапии, то есть недостаточность дозировок гепарина, либо их переизбудить. На основании первой фазы исследований мы решили провести еще одно исследование клиническое, это контроль гемостаза пациентов с COVID-19, так называемая фаза 2. Ведущие исследователи здесь Фазлету Лоханов и Сергей Царенко. Это исследование проводится на базе 52-й клинической воробольницы. Целью этого исследования было определить эффективность теста тромбодинамика для как раз контроля, мониторинга антикоагулянтной терапии у пациентов при тяжелом течении виржной инфекции, то есть это пациенты, которые лежат ворит. Период этого исследования с июня и продолжается до сих пор. На данный момент в исследовании включено 73 пациента, ну и место проведения, я уже говорила, это 52-я клиническая воробольница. По дизайну исследований были некоторые изменения. То, что у нас все пациенты были разделены на две группы. Группа 1 – это пациенты, которые получают стандартное назначение низкоморбулярных кефаринов. И группа 2 – это те же пациенты, такие же по тяжести пациенты, но которые корректируются по тесту тромбодинамика. И были изменены точки фиксации. То есть это у нас либо наступление тромботических осложнений, либо это наступление кровотечения. Схема исследований предполагает, так скажем, однородную группу, возраст от 18 до 80 лет. Требования по степени поражения легких – это более 50%, то есть это 3-4 степень по КТ. То, что пациенты до поступления в клинику не получали низкоморбулярные кефарин длительно, не получали новооральные антикоагулянты в связи с сопутствующими заболеваниями, не имеют противопоказаний к назначению антикоагулянтной терапии. И то, что пациент был не переводной из другой клиники и не находился там более 3 дней. Ну, по принципу теста тромбодинамики, я думаю, что если вдруг кто-то не знаком, то это физиологическая имитация внутрисосудистого тромбообразования. Параметры теста есть динамические – это скорость образования сгустка, оптическая плотность сгустка, время появления спонтанных сгустков вдали от активатора – это как раз есть технологический маркир внутрисосудистого свертывания, и так называемый ТЛАК – это как раз старт полимеризации фибринного сгустка. Примеры результатов теста, как мы можем это видеть, это норма коагуляции, это крайне левое видео. Избыточная гипокоагуляция, гипокоагуляция, например, медикаментозная, и две разновидности гипокоагуляции, то есть гипокоагуляция с спонтанными зарослами и без конных. И предварительные результаты как раз уже по второй фазе той работы, которая сейчас ведется. Как я уже говорила, то, что количество пациентов, включенных в протокол, у нас 73. Количество разбиений по группам первоначально было 32 и 41, то есть примерно были равные распределения по группам с коррекцией и без коррекцией. Но все дело в том, что мы провели чистку данных групп. Почему? Потому что некоторые пациенты включались спешно, без достаточного анамнеза, и они потом исключались как несоответствующие по критерии включения. Далее мы исключали пациентов, введение которых были допущены некоторые нарушения по коррекции визировок. Это обысказалось группой В. И если пациент был менее трех дней, полных трех дней в протоколе. И поэтому сейчас немножко у нас есть перекос в сторону группы А, то есть тех пациентов, которые ведутся без коррекции, то есть таких чистых пациентов суммарно на обе группы у нас сейчас 47. Это, конечно, маленькая статистика, но предварительные результаты хотя бы по тем данным, которые были у нас получены, на левом графике это как раз тромботические катастрофы, тромбозы или тела. 25% случаев тромботических осложнений приходят на группу А. В группе В мы разделили ее на две ветки. 5% это те тромботические осложнения, которые случились во время коррекции непосредственно в отделении ОРИД, а 8% это когда пациент уходит в линейное отделение, когда мы не всегда можем его отслеживать и корректировать. Поэтому здесь процент тромботических катастрофы немножко подрастает. На правом графике как раз представлен процент случившихся значимых кровотечений и регистрация данных осложнений была только в группе А, то есть в группе без коррекции по тесту тромбодинамикам. Если мы посмотрим предварительные результаты по исходам, то у нас получается, что в принципе выписка чаще и быстрее наступает в группе с коррекцией по тесту тромбодинамика. Также количество летальных исходов в три раза, на треть меньше, извините, на треть меньше в группе с коррекцией по тесту. Ну и до сих пор еще продолжается набор материала, поэтому в принципе может быть что-то еще изменится. Но надеюсь, что нет, потому что пока результаты достаточно оптимистичные. И если показать просто, как это выглядит, ну непосредственно, да, вот у пациента клинические примеры, например, кровотечение, у нас пациент находился в гипокоагуляции достаточно долго, это пациент из группы А, где мы не проводили коррекцию по тесту. Соответственно, длительное нахождение в гипокоагуляционной области предельной привело к тому, что у пациента было осложнение в виде гематомы, то есть это говорит о том, что была избыточная дозировка низкоморфлярного гепарина у данного конкретного пациента, и, соответственно, это манифестировало гематому. Обратный случай, если мы наблюдаем пациента, и это тоже пациент из группы А, и если мы видим то, что нет, так скажем, приведения состояния системы гематомы в норму коагуляции, либо в умеренную гипокоагуляцию, это также приводит к манифесту, в данном конкретном случае это инфаркт мозга. То есть это тромботическое осложнение из-за недостаточной дозировки низкоморфлярного гепарина. И еще один пример – это пациент из группы П, который ввел себя по коррекции дозировок низкоморфлярного гепарина по тесту тромбодинамика. Да, здесь видно, что, да, есть персонификация, да, есть множественное, так скажем, изменение дозировок, но пациент достаточно ровно прошел и снивелированы были любые, так скажем, ну, попытались защитить пациента от любых проявлений как тромботических, так и геморрагических катастроф, что, в принципе, удалось. Что хотелось бы сказать в заключении. Ну, выводы, конечно, это громко сказано, это пока только предварительные выводы, но если объединить первую и вторую фазу исследований, то получается, что действительно локальные тесты гемостаза достаточно неприкодны для оценки состояния системы гемостаза, а также контроля антикоагулянтной терапии у пациентов именно данной когорты. Глобальные тесты, такие как тромбодинамика ИТ, которые использовались в данной работе, гораздо более информативны, то есть они регистрируют состояние гиперкоагуляции и эффект терапии антикоагулянтами. Тромбодинамика обладает наилучшей чувствительностью к антикоагулянтной терапии и работает во всем диапазоне изменений состояний системы гемостаза, то есть как и в гипокоагуляционной области, так и в гиперкоагуляционной области. Предварительный вывод по протоколу, то есть по второй фазе данного протокола, можно сделать то, что частота тромбоза в группе тяжелых пациентов изорит, идущих под контролем теста тромбодинамики, у них случаются тромботические осложнения в 5 раз меньше, чем в группе без контроля по тромбодинамике. И применение терапевтических доз, то есть высоких доз антикоагулянтов, полностью оправданно у пациентов рид. А так как лечение пациентов рид многофакторное, то есть оно включает в себя не только такие лекарственные препараты, но и трансфузии, компоненты крови, плазмы, также плазмовых уфред, то особенно при таких трансфузиях в принципе можно было бы рекомендовать использовать глобальный тест для индивидуальной коррекции дозы антикоагулянтов для прикрытия пациента от возможного развития тромботических патронов. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...